а у этой штуки есть тормоза конечно но только они не работают прости дейл что накричал на тебя порядок чип если бы меня не было то на кого бы ты кричал это цитаты из популярнейшего мультсериала чип и дейл спешат на помощь фразы которые знали на зубок и которые стали частью детства многих из вас в этом видео предлагаю примкнуть к ламповой мульт ностальгии и вернуться счастливое детство и вспомнить легендарный мультсериал чип и дейл спешат на помощь впервые два безымянных бурундука появились на экранах далеком 1943 году семиминутном мультфильме рядовой плута эффект азарных грузунов раздражателей известных диснеевских героев сработал бурундуки настолько понравились юному зрителю что было принято решение увеличить их экранное время присутствие в очень популярных тогда короткометражках художник мультипликатор и режиссер первого полноценного мультфильма чип и дейл сорок седьмого года выпуска джек хана и сценарист боб норд ломали голову над тем как назвать проворных бурундуков перебрали множество вариантов от измененных версий названий кулинарных блюд до любимых игроков бейсбол пока наконец на горизонте потока сознания не объявился некий чип и дейл нет это не салат который подают на рождественские праздники и не звездный спортсмен а некий владелец мебельной мастерской в лондоне 18 века который даже и представить себе не мог что станет вдохновителем для названия персонажей мульта сделавшего детства миллионов детей джек хана поступил по совести и в логове бурундуков не стал крысятничать приписывая себе создание имен персонажей а честно рассказал название предложила его помощница бео салки которая как раз приобрела мебель из конторы чипендейл вот так вот купила комод и кресла для вечерних посиделок у камина и попала в историю хана вместе с художником биллом питом наделил героев нужными характеристиками теперь это не просто два рисованных под копирку быстролапых грызуна пакостивших дональду даку чип сообразительный бурундук мастер на все шалости грызун с правильным черным носом дейл туповатый грызун попадавший в неприятности и портивший идеальный план мудрого чипа с большущим красным носом и двумя ярко выраженными зубами клыками это зашло юному зрителю так бурундуки стали частью мультяшного мира и вплоть до 56 года с их участием вышло 24 короткометражных картины где они забавны и ловко издевались над дональдом даком а иногда соревновались между собой 80-е годы пересматривая вместе с юным племянником на празднике мультфильмы с чипом и дейлом тед стоунц решил что повторные показы тысячный раз это конечно хорошо но надо бы расширить грани и привнести нечто новое в мультяшный мир вместе с коллегой аланом за словом они взялись за воскрешение саги и создание новой главы в истории бурундуков хотя изначально это были вовсе не грызуны стоунц и сценарист джим меган планировали сделать главным героем бакс бани в эволюционном образе рэмбо сыщика но гибрид коломбо и матерого вояки быстро отбросили и взялись за образ мускулистой мыши с огненно-рыжей прической в модной куртяжке ему даже дали имя кит колби а его команда вместе с ним состояла из семи разных персонажей но тест-группа и студийный совет не принял колби и его команду перечеркнув идею мегана стоунц же продолжал просмотр мультфильмов вместе с юной родней и однажды попал на показ мультсериала утиные истории племянник пребывал в теме и был в восторге говоря о том что этот мульт лютый топ стоунц смекнул смекаешь идеально продвинул идею о том что необходимо использовать по аналогии сутками кого-то из известных персонажей из мира диснея и тогда джим меган предложил двух бурундуков а стоунц поддержал его ведь он был в теме просмотр мультов компании племянника сыграли в пользу чипа и дейла хотели сохранить кита колби в команде грызунов но из-за его харизмы и лидерских качеств дабы не составлять конкуренцию чипу вынужденно удалили его из команды первый показ пилотного эпизода состоялся в сша в восемьдесят восьмом году юная зрительская аудитория была в восторге дисней заказывает у стоун за производство 10 эпизодов сезона в формате мультсериала продолжительностью серии в 20 минут которые в итоге вместе заставка и финальными титрами в зависимости от серии выросли до 22 с половиной минут стоунцы команда опытных художников работали над сериалом в течение года создав 15 эпизодов 13 из которых попали в первый сезон два других позже стали частью продолжения первый сезон северной америке был показан восемьдесят девятом году успех которого продлил мультсериал на второй сезон ставший самым продолжительном виде 47 эпизодов заключительный сезон вышел в ноябре 90-го года в советском союзе дебютный показ состоялся 1 января 91 года премьеру специально подгадали под праздник такой вот классницкий подарок дополнения к новогодней елке на каникулы в оригинале сериал зовется чип и дейл рейнджеры спасатели или же просто спасатели но у нас решили разнообразить и дополнить название спасатели спешат на помощь у детей из 90-х от заставки сериала мгновенно расползаются мурашки по коже исполнителем 1 и самый ламповый песни к заставке был валерий панков который на касте выиграл заявным преимуществом благодаря своему уникальному голосу который был признан лучшей версии для детской аудитории и вторая версия заставки с голосом николая парфенюка исполнение голос заметно отличались от панкова острый слух юных меломанов конечно же заметил разницу и для себя выбрал лучшую версию в 2004 году для заставки спел андрей кузнецов дети 90-х в данном случае уже ничего не сравнивали и не вспоминали но потому что уже выросли и приоритеты сменились а пел кузнецов для детей нулевых да чип и дейл были настолько популярны что пленили сразу несколько поколений дети нулевых любили и смотрели приключения бурундуков не меньше чем дети 90-х более того у них был ряд преимуществ 90 она как было во дворе многоквартирных домов мгновенно воцарилась тишина когда юные любители мультов бежали к своим кинескопным телекам примкнув к эфиру магической заставки волт дисней представляет дети нулевых получили ряд весомых бонусов появились тематические мульт каналы где чипа и дейла крутили сразу пачками эпизодов подряд и не надо было томительно ждать неделю до следующего показа также уже были сборники серии на dvd ну и интернет набирал обороты кроме того дети нулевых увидели полную версию сериала все три сезона видите девяностых увидели лишь первый и не полный второй сезон в общем чип и дейл встретил прогресс технологии с гордо поднятой головой бурундука спасателя и пришелся ко двору юным зрителям разных поколений закрывая тему заставки отмечу что по опросу журнала empire лучшей музыкальной темой заставки признана оригинальная английская версия но кто бы сомневался учитывая то что аудитория журнала и сайта англоязычная но если вы из детей 90-х то эту композицию можете помнить так как в нескольких эпизодах первого и второго сезона звучал именно оригинал у детей из 90-х была своя топовая фишка поколения и эта приставка dendy с картриджем игрухой чпдл первая и вторая часть абсолютный хит для игроманской школоты 90-х легендарные бурундуки швыряющие ящики это та тема которую и сейчас ночью разбуди сразу вспомнишь персонажи мультсериала в славную эпоху детства были как родные их любили и ждали в гости каждую неделю чип харизматичный уверенный лидер спасатель в куртке и шляпе от индианы джонса именно им вдохновлялись авторы создавая чипа всегда серьезный решительный смелый лидер иногда занудный и ворчливый но неизменно справедливый и добродушный его коллега дейл красный нос почему-то многие считали что они братья но вовсе нет авторы не раз заявляли что чип и дейл не родня они просто друзья дейл в гавайской рубахе а-ля тони монтана но конечно нет авторы отрицали отсылки к известному криминальному авторитету героя аль пачино из картины лицо со шрамом здесь скорее отсылка к сериалу из 80-х детектив магнум герой томас селика дейл унаследовал от предков огроменный красный нос и два клыка вурдалака а также бестолковость любит дейл валять дурака и портить выдающиеся планы чипа он заводила и душа команды спасателей проворный и активный рубаха парень который очень любит сладости и приключения монтара и джек но это в оригинале у нас же он незабвенный рокфор или же просто и по-свойски рокки фишка рокки сферическая тяга к сыру это то что невозможно забыть но согласитесь как можно забыть этот пронзительный вопль раки был воплощением силы и мужества мышь которая всегда готова навалять противникам спасателей рокфор не любит лицемеров злодеев и котов любит травить байки из прошлого всегда исполнительный и справедливый ценитель сырных продуктов мистер мышиный здоровяк соратник рокки вжик муха ставшая важнейшей частью команды спасателей вжик не разговаривает а что-то жужжит на своем однако эту тарабарщину каким-то образом понимает рокфор и является переводчиком потока мыслей храброго вжика его скилл быстрого летуна всегда помогает там где спасатели бурундуки бессильны гаджет хэкфренч известная вам как гайка спросите у детей 90-х или нулевых кто их любимый женский персонаж мультсериалах и гайка неизменно будет в топе избранных мисс мышиное очарование сообразительная и уверенная мастер на все гаджеты механик и летчик по ней сохнут чип и дейл но она неизменно остается верна рожковому ключу и своим изобретением экранные злодеи которые противостояли спасателям это также яркие представители мульт вселенной профессор ним ну которого срисовали из художника мультипликатора брюса толкинтона тот вовсе не злодея вполне добрый творческий дядька но он не обижался за такой вот твист еще бы попал в историю не мнул свихнувшийся ученый вспыльчивый агрессивный дядька с громким смехом и презрением к окружающим гениальный изобретатель находчивый очень опасный соперник для спасателей крыса капоне здесь нет надобности проводить какие-то параллели ибо из имени все ясно аль капоне крысиного мира в костюмчике и шляпе с пачкой безумных идей и желанием истребить популяцию настырных грызунов алдрин клордейн хозяин кота и наниматель безумного ним ну а сам еще тот crazy шиз высокого роста с неизменно широкой и безумной улыбочкой ну и пожалуй главный антагонист сериала это конечно же кот толстопус эдакий дон корлеоне мультяшного преступного мира показной интеллигент любит драгоценности и красиво одеваться обладатель острого преступного мозга и коварных планов не любит собак и терпеть не может назойливых бурундуков с которыми тщетно пытается разделаться идиоты этот котенок мой пригласительный билет в мир роскоши высказывания героев сериала были и есть в различных топов среди мультфильмов когда-то вы их знали наизусть и цитировали может и сейчас что-то вспомните мой хвост найдет жару или я не рогфор да да это так в эпоху когда правил бал интернет спасатели нашли свое место среди сотни мемов и были очень популярны причем не только у юных пользователей сети а и у взрослой аудитории да народ помнит цитирует балдеет ностальгирует ведь детство для многих это та незабвенная эпоха воспоминания которой согревает это особое место с уютной ностальгией куда укладывается то лучшее что было у нас куда и попадает этот славный диснеевский мультсериал ну а сейчас по традиции передаю благодарность не менее славным людям которые поддерживают мое творчество материально спасибо вам большое ваша поддержка также важно присоединяйтесь все ссылки в описании к этому видео на этом все сеанс мульт ностальгии завершён надеюсь еще будет ламповый повод поведать вам и напомнить о былых героев мультяшного прошлого до встречи на канале